Аномальная жара, похоже, еще продержится в Нижегородской области. По прогнозам синоптиков очень жарко. Будет вплоть до следующего вторника, 29 июня. Днем плюс 34, плюс 36. Немножко похолодает в среду, плюс 27. Это значит, что всем нам нужно запастись терпением и следовать рекомендациям специалистов. Раскаленный тротуар. Люди, спешащие укрыться в тени от палящего солнца. Небывалая жара, которая установилась в европейской части России, бьет все температурные рекорды. В такую погоду всегда под рукой должна быть и вода. Куда бы вы ни отправились, на пляж, магазин или на встречу с друзьями, всегда берите с собой воду. Если идете гулять с собакой, захватите воду и для нее. Также хотелось бы порекомендовать жителям, чтобы не оставляли животных в машинах, находились на солнце как можно меньше и пили побольше жидкости. Нельзя в жару пить спиртные напитки и курить. Алкоголь заставляет человека терять больше жидкости через выделение мочи, а сигареты негативно влияют на сосуды. Считается, что и кофе не стоит употреблять, он приводит к обезвоживанию, хотя есть исследования, которые опровергают это утверждение. В любом случае стоит выбрать обычную воду. Ешьте меньше горячего и жирного, носите головные уборы. Многие спасаются от жары на природе, вблизи водоемов или на дачных участках. Чтобы такой отдых не обернулся трагедией, нужно помнить ряд простых правил. Не разжигайте костры, не сжигайте мусор и порубочные остатки на своих придомовых территориях, так как сейчас уже все высохло, и если что-то куда-то пойдет, огонь уже очень тяжело будет остановить. Если на лету вы остаетесь в городе, лучше всего оборудовать свое жилище кондиционером. Можно использовать и вентилятор до тех пор, пока температура воздуха в помещении не становится выше 32 градусов Цельсия. Тогда он уже просто гоняет горячий воздух и не охлаждает достаточно, чтобы защитить от перегрева. Если окна выходят на солнечную сторону, закройте их и занавесьте шторами. Чаще умывайтесь, смачивайте голову, принимайте прохладный душ.